День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Врачи-консультанты неотложной медицинской помощи, когда люди к ним звонят и спрашивают, что делать при тех или иных заболеваниях, то, конечно, врачи, пытаясь помочь заочно, спрашивают, есть ли у вас лекарства для понижения температуры. Ой, в аптечке нет. Есть ли у вас лекарства для того, чтобы оккупировать боль. Ой, тоже нет. Ну и как врачи разводят руками, говорят, ну если нет лекарств, чем мы можем помочь. Вот это такое предисловие к беседе с фармацевтом Мене Саптияк Еленой Петришиной. Елена, добрый день. Добрый день. Да, ну вот здесь, наверное, такая двойная нагрузка, я думаю, на всех фармацевтов во всей стране. Во-первых, локдауны и определенные ограничения. Во-вторых, мы слышим постоянно о том, что те или иные государственные медицинские учреждения вынуждены или прекратить, или сократить вот эту плановую помощь. Они говорят, что если есть возможность, как-то вот помогите себе сами и так далее. Не, ни в коем случае мы не призываем к самолечению, но очевидно, что фармацевты, с учетом того, что аптеки, эти те немногие учреждения, которые открыты для всех, кстати, и для невакцинированных тоже. И очевидно, что, наверное, на фармацевтов ложится или уже легла определенная нагрузка. Может быть, ваши ощущения, ваш опыт общения с людьми, с вашими работниками в том числе, что они говорят вообще? Вот это пандемийное время, какие коррективы внесло вот в работу фармацевта? Спасибо за вопрос. Мы фармацевты, как всегда, на передовой. Готовы, готовы помогать, готовы консультировать. Правильно действительно указали. Готовы работать в красной зоне. То есть действительно принимаем и вакцинированных, и невакцинированных. Соответственно, готовы консультировать в то возможное время. Да, к сожалению, вот с вчерашнего дня локдауны и тоже мы вынуждены сократить наше рабочее время по вечерам. Но мы действительно и теперь пытаемся открыть аптеки раньше, чтобы люди могли действительно в течение дня, когда им удобнее, приобрести необходимые лекарства и, соответственно, получить качественную консультацию. Спасибо, что уже сказали о том, что не стоит заниматься самолечением. Да, и как раз, наверное, здесь еще раз хочется всем напомнить о ответственности и о знаниях фармацевта, о знаниях, можно еще по-другому сказать, аптекаря. Это действительно люди с высшим, средним, специализированным фармацевтическим образованием. Это люди, которые делают свою консультацию исключительно основываясь на проверенной научной информации. И действительно, так как мы очень легко доступны, да, во-первых, в нашей сети, мы одна из самых больших сетей в Латвии, около 230 аптек, мы находимся в самых больших городах Латвии и горжусь тем, что находимся и в маленьких-маленьких поселках с очень небольшим количеством проживающих там людей, готовы консультировать лично и индивидуально каждого. Что касается нагрузки, нагрузка, наверное, всегда на плечах фармацевта и не в пандемию, и в пандемию, потому что это всегда клиенты с определенными возможными заболеваниями, хроническими заболеваниями, когда человеку плохо физически, эмоционально и готовы индивидуально выслушать, индивидуально помочь с консультацией. Да, вот если мы говорим о такой определенном, не знаю, кодексе, если такой есть, наверняка есть, вот что может и не может фармацевт, да, вот может иногда есть попытка заменить врача, в том числе узкого специалиста фармацевта, но вот если вроде человек пришел, иногда мы наблюдаем такую картину, ну, чаще всего это люди, наверное, в пожилом возрасте, долго беседуют с фармацевтом, пытаясь сразу за три минуты рассказать ему все свои болячки и заболевания. Может быть, в маленьком городке фармацевт уже своих клиентов знает лицо, да, но я понимаю, что в Риге он видит этого человека первый раз, возможно, и больше он к нему не придет, и за три минуты что-то сказать, не знаю, заменить врача, наверное, сложно. Нет, ни в коем случае, ни в коем случае врача и не надо, и не нужно заменять, да, на то он есть и врач, и, конечно же, да, у нас тоже есть свой кодекс. Хочется напомнить о том, что вообще профессия фармацевта – это очень регламентированная профессия, это отрасль очень регламентированная, не можем, ни в коем случае не можем заменить врача и не можем поставить диагноз. То есть если действительно клиент приходит с определенной симптоматикой и даже по знаниям мы знаем, в каком направлении, например, или действительно даже симптоматика способствует, например, или говорит о каком-то конкретном диагнозе, мы посоветуем и посоветуем обратиться к специалисту, к врачу, возможно, посоветуем даже сделать, пойти какие-то, сдать уже предварительные анализы, чтобы к врачу прийти с определенными анализами, и уже только после консультации и визита врача уже можно будет прийти в аптеку. Конечно же, не можем ни в коем случае выдать рецепторные препараты, да, все, что касается выписки рецепторных препаратов, это только-только через врача. В принципе, что, тогда вопрос, что мы можем, да, то есть действительно, я бы сказала, это первая помощь, первая помощь при, наверное, более таких окутных заболеваниях, тех же простудных заболеваниях, это очень, скажем так, углубленная консультация, все, что касается правильного применения лекарства, взаимодействия лекарств между собой, это правильное применение не только после еды и до еды, но и как лекарства взаимодействуют с определенными продуктами пищи и напитками, ну и, конечно же, это профилактика, да, безумно-безумно важно, я всегда говорю, что лучше заранее, заранее профилактически делать какие-то меры предосторожности, чем потом лечить какие-то, какие-то болезни. Мы между собой называем это фармацевтической консультацией, скажем так, по-латышски мне это больше нравится, как звучит по-латышски, это звучит фармацевтическая апруппе. Когда вы говорите окутное, имеется в виду острое, видимо, да? Острое заболевание – это когда нет хронического заболевания у человека, да, в поиск. Когда мы понимаем, что этому человеку необходимо каждый день применение препаратов по определенному поставленному диагнозу и по определенной поставленной схеме, которую расписывает врач. Окутное – это действительно все респираторные инфекции. Сегодня заболело горло, насморк, болит голова, болит спина, скажем так. Это вот когда не хронические заболевания, а острые. Да, ну вот тоже такой, наверное, вопрос бытовой. Я думаю, что ваши знакомые часто вас спрашивают. Понятно, что не будем никаким образом мы толкать людей к самолечению, но, чем не менее, что-то ведь должно быть в домашней аптечке, особенно сейчас, во время локдауна. Да, мы знаем, что есть такое отступление от этого локдауна, и даже в круглосуточной аптеке, если человеку срочно надо, его пустят. Но все равно после 20.00 машину остановят, спросят, куда вы едете. Ну, то есть надо что-то иметь дома на такой вот срочный случай. Я сейчас не говорю про йод, бинты или лейкопластыри, а я имею в виду действительно, что должно быть из таких лекарств, минимум-миниморум, что должно быть такое минимальное в аптечке вообще в любое время, а особенно сейчас. Бинты тоже должны быть и лейкопластыри. Наверное, это то, о чем люди чаще всего забывают. Но если, да, действительно, если говорим именно про пандемию, опять же, если мы даже говорим просто про осень, зиму, такие именно сезонные периоды, то, конечно же, это должен быть препарат, который понижает температуру, который снимает воспаление, который снимает такую симптоматику, как головная боль. В принципе, если мы сейчас говорим, очень-очень было актуально и припело первой волне, чтобы правильно понять, действительно, начинается там повышение температуры, и нет, иметь дома элементарный градусник, что я тоже знаю, не всегда люди об этом задумываются. Кстати. Да? Кстати, вы абсолютно правы, потому что иногда градусник-то дома и не находится. Или у себя же очень модно электрический градусник, и, извините, батарейка тоже не вечна. Вроде бы градусник есть, людям кажется, что у меня градусник есть, а когда он нужен, в этот момент-то он и не работает. Да, поэтому действительно рекомендую всем слушателям встать, потом перепроверить, есть ли действительно градусник, чтобы действительно, если вечером есть такая необходимость, и есть какие-то уже признаки ухудшения самочувствия, да, чтобы действительно понять это, это, возможно, я сам надумал, устал, не выспался, или действительно начинается уже какая-то симптоматика. Если мы говорим, опять же, очень часто люди знают сами, есть ли какие-то иногда заболевания, которые спровоцированы чем-то, например, те же самые аллергические реакции, да, то есть всегда, чтобы дома был какой-нибудь противоаллергенный препарат, причем даже сейчас во время острых респираторных заболеваний очень многие врачи рекомендуют иметь под рукой и антиаллергенные препараты, потому что они снимают отечность, отечность горла, отечность носа, да, это тоже, скажем так, в это время очень-очень актуально, чтобы снять эти симптомы. Вот то, что вы говорите по существу, ведь мы сейчас говорим, не называя, естественно, не рекламила какие-то конкретные их производители и названия, но мы ведь говорим сейчас о безрецептурных медикаментах, чтобы люди понимали, да, вот это все безрецептурные медикаменты. Абсолютно верно, это все безрецептурные медикаменты, естественно, если они сейчас есть в аптечке, в аптечке клиента, я очень надеюсь, что осталась инструкция и можно взять, открыть и почитать, но в любом случае можно прийти в любую аптеку и получить более глубокую консультацию по поводу этих препаратов. Это действительно те препараты, по которым мы можем дать консультацию и которые мы можем предложить клиенту безрецептурных. Вот еще, наверное, такой момент, те, кто бывает в аптеке, я думаю, большинство радиослушателей, иногда, ну, сейчас, я думаю, что и ваша аптечная сеть тоже, человек заходит и несколько теряется, ну, вот безрецептурные медикаменты, витаминов, там, не знаю, разнообразие огромадное, там, десятки, двадцатки, и вот люди думают, ну, что выбрать, не знаю, где этикетка покрасивее, там, не знаю, что подороже, или где больше компонентов написано, но все-таки большинство людей, мы понимаем, что они не профессионалы в этой области, и вот, нет ли так, у вас ощущение, что, может быть, надо как-то по-другому, не знаю, вот эти безрецептурные медикаменты, размещатели, действительно, здесь должен быть совет какого-то фармацевта, консультанта, чтобы человек просто не потерялся, все-таки мы же понимаем, что аптека, ну, это специфическая торговая точка, если так можно сказать, все-таки это не Рим, не Максима, где-то заходишь, вот у тебя там, не знаю, 20 сортов, не знаю, чего там, хлеба, или алкогольных напитков, или там чая, да, но все-таки, я понимаю, что витамины иногда даже проходят как пищевые добавки, да, но тем не менее. Ну, возвращаясь, опять же, к регламентации и законодательству, очень-очень правильно разделили, то есть есть действительно медикаменты, безрецепторные медикаменты, которые мы можем предложить в аптеке без консультации с врачом, и есть не медикаменты, да, куда действительно входят различные пищевые добавки и медтовары. Так вот, если вы заходите в аптеку, именно попадая в зону самообслуживания, так называя, когда действительно клиент заходит и теряется, да, от этой красочности, так вот, там будут стоять пищевые добавки, там будет стоять медтовар, там будет стоять косметика. Но что самое важное, поэтому, поэтому действительно мы не простая торговая точка, в любой аптеке будет специалист, эксперт со специальным образованием, фармацевт, который всегда обязательно проконсультирует, причем проконсультирует, как правильно для вас конкретно, ну, для индивидуального случая выбрать тот или иной препарат, будь то медикамент безрецептурный или будь то необходимая пищевая добавка. Фармацевт всегда задаст дополнительные вопросы, чтобы выяснить действительно необходимость того или иного препарата, потому что, да, действительно в моей практике тоже было очень часто, когда люди поддаются, поддаются рекламам, когда люди поддаются услышанному отзыву от соседей, от знакомых, это, конечно, все хорошо, но действительно стоит обязательно проконсультироваться со специалистом, потому что только специалист, может быть, даже задав определенные какие-то уточняющие вопросы, во-первых, сможет подобрать наиболее лучший препарат для конкретного человека, во-вторых, даст, будет возможность избежать каких-либо ошибок, да, потому что, если мы даже говорим про те же безрецепторные медикаменты, да, то есть на упаковке будет брендовое название абсолютно разное, но активное вещество будет одно и то же, и здесь очень важно действительно проконсультировать клиента, чтобы человек не принял двойную дозу одного и того же препарата, поэтому, опять же, обращаюсь к нам, слушаю? Да-да, вы абсолютно правы, это, кстати, очень важный момент, потому что действительно названия могут отличаться, например, у дженериков, да, а на самом деле самое главное, ведь активное вещество, особенно люди пожилые или, может быть, с плохим зрением, могут действительно дважды принять один и тот же препарат, превысив дозу. Абсолютно верно, и поэтому действительно прошу не удивляться, если фармацевт задаст, может быть, с одной стороны, кажется интимный вопрос, а какие препараты у вас есть дома, да, и это на самом деле очень важный препарат, если мы говорим про фармацевтическую консультацию, чтобы действительно клиент не приобрел препарат, и, соответственно, дома у него есть с таким же активным веществом, и таким образом, соответственно, будет превышена дозировка ежедневная. Вот интересно, вы хорошо такой вопрос затронули, какие препараты есть дома, или лекарства, вот зачастую бывает так, но это чаще всего, наверное, из практики дежурных врачей, которые не знают этого пациента, вот они к нему приехали и говорят, слушайте, давайте посмотрим, что у вас есть дома, ну, и человек вываливает эту аптечку так вот на стол, и начинает все там вот дружно рассматривать, и выясняется, что участие лекарств, хорошо, если не у большинства, вообще срок годности давно истек, это, наверное, тоже, наверное, такая рекомендация людям, сейчас время есть на локдаун, может быть, перебрать свою аптечку, сделать ревизию, посмотреть, от чего нужно давно избавиться нужно было бы. Обязательно, обязательно, действительно периодически, ну, хотя бы там раз в полгода, желательно, конечно, почаще делать ревизию в своей аптечке, ни в коем случае, ни в коем случае не использовать, не использовать те препараты, которых уже закончился срок годности, или же перепроверить, правильно ли они хранились, да, бывает действительно такая ситуация, когда, может быть, попала какая-то влага, да, если видите, что как-то меняется цвет таблетки, поверхность, да, не знаю, если там на сиропе появляются какие-то, какие-то осадки, да, то есть обязательно проконсультироваться, даже если хороший срок годности, потому что бывают здесь ситуации, когда действительно позволяется выпадение определенного осадка, но проконсультироваться с фармацевтом, еще раз перепроверить срок годности, убедиться, что вы правильно хранили препарат, потому что есть очень часто, когда препарат покупается, он хранится при комнатной температуре, а после открытия его надо держать, например, в более прохладном помещении, ну и соответственно, да, эти препараты утилизировать, у нас есть очень много аптек, куда можно принести препараты, и соответственно, уже мы по всем стандартам дальше произведем утилизацию этих препаратов, да, действительно хочется еще раз напомнить тем, что ни в коем случае не выбрасываем препараты в мусорник и в туалет. Да, вот, да, если мы вообще говорим о посетителе, если так возможно очертить, как средство эстетического посетителя аптеки, вообще вот меняется, ну, не знаю, ментальность, психология клиента аптеки, вот, с годами, не знаю, 10 лет тому назад или 15 было, один клиент, условно говоря, сейчас люди приходят с какими-то другими вопросами, или в принципе в этом плане ничего не меняется? Ну, здесь, наверное, хочется, наверное, уйти немножко даже дальше, чем 10, 20, даже, может быть, 30 лет назад вообще как бы поменялась, поменялась сфера фармацевтики и поменялась ответственность фармацевта. Хочется, наверное, немножко уйти в историю. 30 лет назад фармацевт, это был специалист, который в основном работал руками и, соответственно, приготовил товары исключительно по рецепту, по рецепту врача. То есть вы имеете в виду вот это изготовление лекарственных форм по существу, да? Абсолютно верно, да, потому что еще 30 лет назад действительно в основном это было не заводское производство, это было действительно аптечное производство и тогда фармацевт действительно больше работал своими руками на изготовление препаратов. Но мы знаем, что уже 20 лет назад и на сегодняшний день это уже, наверное, больше, такие исключения исправил, да, то есть в основном это заводская упаковка и, соответственно, и поменялась, и поменялась работа фармацевта и сегодня это консультация. В основном действительно это консультация, это то, что уже вопрос мы затронули, заходишь в аптеку, глаза разбегаются, а что выбрать, а что действительно для меня. И вот здесь действительно это наша прямая обязанность помочь клиенту выбрать максимально подходящий для него препарат и дать консультацию. Что касается изменился листинга. Да, да, я извиняюсь, что перебиваю все-таки. А возможно ли, ведь иногда, вот может быть, человек может сказать, как вообще фармацевт может все это запомнить, ведь мы говорим о безрецептурных медикаментах и когда, и о рецептурных тоже, ведь я вот зачастую наблюдаю, приходит там посетитель, ну, сейчас в основном рецепты идут от семейных врачей в электронном виде, да, ну, вот даже не в электронный бумажный рецепт подает, там какой-то лекарство весьма специфическое, да, и фармацевт сразу там бежит, там 25-я полка, там, не знаю, там 35-й раздел, раз, и подает именно эту вот коробочку, которая надо, даже если там только по активному веществу. Это вообще возможно запомнить? Ведь там тысячи наименований. Возможно. Возможно. Это наша ежедневная работа, ну, начиная с того, где что стоит, действительно, это ежедневная работа. Мне кажется, у фармацевта, даже если выключить свет, он на ощупь знает, где какая коробочка будет, и если даже ночью разбудиться, тоже будет знать те, что стоит. То, что касается, можно ли вообще все это знать? Да, можно. Конечно, не могу сказать, что знаем всегда на 100%, но еще раз хочется напомнить, что фармацевты – это действительно люди с высшим, средним специализированным образованием, плюс есть такая регламентация, что, что касается нашей профессии, фармацевты всегда продолжают учиться, всегда продолжают образовываться. Еще раз напомню, что консультация фармацевта базируется исключительно на проверенных и научных исследованиях. Мы знаем, медицина у нас развивается молниеносно, и каждый день поступает какая-то новая дополнительная информация, будь то какие-то терапевтические изменения, изменения в правилах лечения, будь то появление каких-либо новых препаратов. Соответственно, мы как часть медицинской отрасли должны следить за всеми этими новинками и должны, соответственно, шагать в ногу, чтобы предоставлять действительно качественную информацию. Есть ли такое вот понятие, не знаю, модный препарат? Я сейчас, опять-таки, буду о безрецептурных, разумеется, говорить, рецептурные мы не имеем права рекламировать, не называя препарат, но вот какая-то компания фармацевтическая проводит такую активную маркетинговую компанию, и потом вы чувствуете, что люди идут очень часто, один и тот же, не знаю, лекарство просит. Есть такое ощущение, и что в этой ситуации делать фармацевту? Ведь иногда мы понимаем, что все зависит от маркетинга. Можно, извините, сказать, что эти витамины самые лучшие во всем мире, а можно сказать, что соседние витамины самые лучшие во всем мире. Разницы между ними нет никакой. Да, конечно. Конечно, это есть, конечно, это чувствуется, даже если мы будем говорить не по конкретной бренде или конкретной препарат, но действительно мы видим, как меняется. Еще 20 лет назад вообще только-только появилась действительно, я бы сказала, тенденция использовать Д-витамин. Сейчас для нас это кажется, естественно, классические делаются анализы на количество Д-витамина в организме, но 20 лет действительно это было что-то новое, что-то неизведанное, и, соответственно, казалось на тот момент, что все кинулись приобретать Д-витамин. Потом был период, период рыбьего жира, был период каких-либо других препаратов. Это, естественно, есть. Очень, конечно же, чувствуется, когда происходят какие-то маркетинговые активности или поступает даже какой-либо новый препарат на рынок. Мы знаем, что люди, опять же, сейчас во время локдауна будут больше времени проводить дома. Это, естественно, интернет, это, естественно, любые другие медиа. И здесь действительно фармацевту важно, наверное, еще раз убедиться, что этот препарат нужен человеку, что это не следование какой-либо моде, потому что, в принципе, ни один препарат просто так, потому что это модно, принимать нельзя. Даже будь то простая пищевая добавка, даже будь то какое-то простое растение, потому что на самом деле доказано, что самые сильные яды это не те яды, которые синтезировал человек, а действительно яды, которые создала сама природа. Поэтому действительно обязательно необходима консультация фармацевта и очень-очень внимательно на самом деле читать то, что доступно, доступно в интернете или, по крайней мере, перепроверять эту информацию. Да. Вы в самом начале сказали, что в вашей аптечной сети МНС-аптек, если я не ошибаюсь, прозвучало, по-моему, более 230 аптек, в том числе и в маленьких населенных пунктах. Ну, может быть, я не прав, но ведь это убытки. То есть практически понятно, что одно дело аптека в любом месте риги, где бы она ни была, а в другом вот в малонаселенном пункте. Или просто здесь важно, так сказать, что было представительство и такое покрытие и возможность. Может быть, несколько слов об этом. Маленькие-маленькие поселки обычно это филиалы уже больших аптек. То есть действительно это аптечки, которые изначально идут из больших городов. И, наверное, здесь не очень хочется говорить о бизнесе и больше действительно говорить о доступности, о доступности людям фармацевтических услуг. И действительно мы смотрим в общем, мы смотрим в общем на сеть и действительно смотрим, чтобы мы были максимально доступны нашим клиентам. Да, вот есть тоже такая есть тема круглосуточной аптеки. Я не знаю, есть ли у менес аптека круглосуточная. По-моему, есть, если я не ошибаюсь. В риге точно я знаю, что есть. Вот возникает вопрос, насколько они необходимы, потому что, с одной стороны, вроде бы понятно, что вот фармацевтические услуги, это все, что связано с здоровьем человека, должно быть доступно 24-7 с одной стороны. С другой стороны, ну, за редким исключением, наверное, когда человеку вдук лекарства какой-то ночью, но это вряд ли, потому что у него бессонница, он решил прогуляться, ай, зайду-ка я в аптеку. Чаще всего это какие-то неотложные случаи, и возникает вопрос, действительно, есть ли какой-то неотложный случай, надо ли бежать в аптеку, и совсем человеку плохо, может быть, вызывать скорую. Да, правильно сказали, у нас есть круглосуточные аптеки, и, как показывает практика, действительно, есть спрос, есть спрос, клиенты есть, да, есть спрос, есть клиенты, опять же, здесь, наверное, больше вопрос, где находятся эти круглосуточные аптеки, да, то есть, если действительно это центр Риги, и все знают, что есть возможность в любое время суток приобрести необходимый препарат, действительно, бывают такие экстренные неотложные случаи, и действительно, не при каждом случае ты будешь вызывать скорую, да, даже если там температура 38-39, ты не хочешь, ты не хочешь, например, всю ночь лежать и мучиться, и почему бы нет, если у тебя есть, если у тебя есть муж, жена, старший сын, который может поехать, приобрести, и, соответственно, таким образом облегчить свое самосостояние. Да, спасибо за этот комментарий, может быть, вот фактически тоже такой важный вопрос, у нас личного свойства, все-таки, почему вы склонились вот к тому, чтобы стать фармацевтом, ведь кто-то может сказать, ну, тогда уж лучше, там, не знаю, там, врачом, или, не знаю, помощником врача, поближе к пациенту, практика, или есть своя аура, своя особенность, вот именно в работе фармацевта? Скажу честно, выбор профессии был неожидан для меня, и да, на тот момент тоже склонялась к врачам, скажем так, наверное, не классически, многие у самого детства уже знают, кем они хотят стать, нет, у меня такого не было, я действительно, наверное, только в средней школе начала задумываться, кем хочется стать, и всегда была не гуманитарием, больше предпочитала более точной науки, и действительно в какой-то момент задумывалась именно о медицине, но на тот момент боялась крови, элементарно боялась крови, и хочется спасибо еще раз, очередной раз сказать моей маме, которая действительно увидела возможность и предложила мне пойти попробовать себя именно в роли фармацевта, потому что медицина, химия, и, соответственно, ты можешь помогать людям, помогать людям своими знаниями. Признаюсь честно, на тот момент, когда пошла учиться, не совсем понимала, не совсем понимала, куда я иду, опять же, было несколько десятилетий назад, я тогда себе представляла эту профессию вот как раз тем фармацевтам, которые готовят, сидят, высчитывают, готовят из травы какие-то настойки, и, наверное, только уже на третьем курсе я поняла, что работа фармацевта на сегодняшний день совершенно другая. И я скажу честно, я не разочаровалась и, наоборот, еще больше влюбилась в эту профессию. Это каждодневная работа с людьми, с каждым индивидуально, искать индивидуальный подход к каждому клиенту, искать максимально подходящие препараты, ну и, наверное, самое главное, видеть, когда они приходят обратно, видеть, как они себя хорошо чувствуют, получать отзывы, как им помог препарат, вот это, наверное, самое-самое приятное в этой профессии, о чем, скажу честно, очень-очень скучаю, потому что на данный момент сама лично не работала. Да, вот интересно, можно ли сказать, что вот эта вот эпоха, вот то, что, ну не знаю, я застава, в всяком случае, может быть, меньше, поколение более старше застава, там, где были некоторые аптеки, где изготавливали, да, вот эти порошочки, вот эти там жидкости по рецептам, все-таки это уже уходит в прошлое, да, сейчас мы говорим о готовых формах, да? Да, да, абсолютно верно, в какой-то степени нет необходимости делать, изготавливать эти индивидуальные препараты, потому что мы понимаем, это занимает намного больше времени, ну и, конечно же, все, что касается заводского производства, да, ну, наверное, все-таки хочется сказать, что и качество там будет совершенно другое, все препараты приготовлены по определенным стандартам, проходит очень-очень много проверок, плюс на сегодняшний день, наверное, хочется затронуть еще и новые введения в законодательстве как верифицирование тех же рецепторных препаратов для необходимости избежать каких-либо подделок, да, готовка лекарств остается, действительно остается, но в очень минимальном количестве, и, как правило, это какие-то редкие случаи, когда заводского производства нет, нет на рынке, или же, когда действительно надо максимально подобрать дозировку или форму лекарства индивидуально для клиента. – Может быть, такой последний вопрос, что все-таки фармацевт это такая, ну, регламентированная профессия, да, то есть все очень четко, нормативная база, даже многие, вот, ну, такой вопрос, наверное, извечный, когда говорят, что вот, цена медикамента, на самом деле, ведь и это регламентировано, то есть определенные максимумы, надбавки, если так можно сказать, выше которого просто невозможно цену ставить, да, все это регламентировано, начиная от фармацевтических вот оптовиков, там регламентация, и дальше уже в аптеке своя регламентация. Да, абсолютно верно, очень-очень все, как вы правильно говорите, регламентировано, конечно же, наверное, высчитываются свои формулы, то, что касается тех же медикаментов, пережили несколько лет назад новую реформу, я знаю, что люди, которые принимают компенсируемые рецепторные препараты, это очень-очень на себе почувствовали, это именно необходимость врачам выписывать, фармацевтам выдавать, более, наверное, дешевый, дешевый препарат, который на тот момент находится на рынке. Я совсем не знаю, что он, так сказать, менее эффективный, да, это не всегда. Абсолютно верно, абсолютно верно, это как раз не говорит, что он менее эффективный, здесь, наверное, вот это и был момент, переходный момент, наверное, было это самое сложное для фармацевтов, еще раз клиенту рассказать, еще раз показать, что если даже раньше он принимал красную упаковочку, А сейчас фармацевт ему предлагает зеленую упаковочку, действительно максимально проконсультировать, чтобы клиент, скажем так, был уверен в том, что действительно вне зависимости от цвета упаковки он будет принимать то же самое активное вещество, которое будет абсолютно такое же действие. Что бы вы хотели, что можно вообще пожелать сейчас жителям Латвии в этот сложный такой пандемийный период именно с точки зрения фармацевта, что бы вообще им пожелали, порекомендовали? Ну, наверное, в первую очередь, даже не только с точки зрения фармацевта, хочется просто людям сказать, не забывать заботиться о себе, не забывать заботиться о себе, не забывать заботиться о своих близких, это касается не только физического здоровья, но это касается и эмоционального здоровья, потому что последние несколько лет живем в немножко таком непонятном времени, который, соответственно, вызывает какой-то стресс. Да, мы видим, что и по продажам увеличилось употребление каких-то успокоительных препаратов, поэтому действительно хочется сделать акцент на эмоциональном здоровье. Очень важно следить за своим иммунитетом, это касается любого сезона, необходимо, необходимо, естественно, следить за образом жизни. И если даже вы знаете, что нет определенных возможностей правильно питаться, вовремя питаться, принимать необходимое количество, понимаете, что не принимаете необходимое количество тех или иных витаминов, минералов, мы всегда открыты. Да, действительно, фармацевт готов давать эту консультацию индивидуально для вас. Если вы сами понимаете, что чего-то не хватает или необходимо использовать дополнительно, фармацевт подберет максимально индивидуально для каждого то, что ему необходимо. Ну что ж, спасибо большое. Действительно, это хороший совет всем чуть-чуть позаботиться о себе и подумать об этом. Елена Петришина, фармацевт Мэнэс Аптека, была у нас на прямой связи. Большое спасибо. Спасибо, всего хорошего.